Друзья, понедельник, день рабочий, и спешу вам сообщить, что кампус Портнов Компьютер Скул, который вот уже больше года, начиная с марта месяца прошлого, работает на удаленке, значит, кампус возвращается в физическое место, где есть классная комната. Вот я сейчас туда еду, кстати. Это рядом с моим офисом, буквально там в 15 метрах. Так вот, есть классная комната, я как-то показывал даже ее некоторое время назад. И 14 июля, 14 июля начнется группа. Группа по расписанию вечерняя. Но сейчас, видите, специфика какая. Поскольку много народу занимается все равно удаленно, то если раньше кампус работал с 7 вечера до 11 вечера, вот по местному, да, вот эти 4 часа, с 7 по местному до 11 по местному, то теперь кампус так работает, чтобы люди удаленно, обучающиеся могли бы тоже, значит, одновременно участвовать. Поэтому занятия идут не с 7, как раньше, а с 5. С 5 по местному до 9 по калифорнийскому, соответственно, допустим, в Нью-Йорке, там, в Бостоне, во Флориде, это будет с 8 вечера до полуночи. Вот так, примерно. Во всяком случае, это большое дело. То есть, существенно, что кампус выжил. Выжил практически без потерь. То есть, люди все на месте. Что еще сказать? В общем-то, и студенты все это время были, ну, просто они были на удаленке. Зато география расширилась. И вот в этом возврате, как бы, в реальную классную комнату, в этом что-то есть. Знаете, все-таки одно дело, ты как-то вот где-то там в космосе в каком-то, значит, ты задаешься вопросом, а чем я отличаюсь от всех остальных, которые там, у которых никогда не было классной комнаты и, может быть, никогда и не будет, собственно. У них и денег-то, может, нет на классную комнату, понимаете? И там на 10 человек постоянных сотрудников. Вот. А мы вот в таком состоянии функционировали и продолжаем функционировать. Единственное, что удаленно. А теперь вот будем живьем. Не имеет даже значения, сколько там будет реально человек. Потому что, ну, именно живьем, именно живьем. Потому что это такой процесс, он раскручивается. То есть, допустим, если начинается, там пришли 5 человек. Ну, хорошо. Пришли 5 человек, остальные 20 там в онлайне сидят. Да, ради бога. Но на этих 5 человек, в течение, там, скажем, 4 месяцев, пока курс идет, на этих 5 человек пришли посмотреть, потому что люди приходят и говорят, а вот вопрос там, а как, а что им? Ну, когда приходи на урок, понимаете? Урок сам по себе является какой мощнейший, такой притягательный, что ли, силой, магнитом таким, который примагничивает людей. Они видят школу, они видят студентов, они видят какой-то процесс, они чувствуют себя частью этого. Это очень важно, когда у тебя есть физический процесс. Ты можешь в записи посмотреть, но это не то. Вот ты пришел, и ты сел, и ты кожей чувствуешь, ты энергетику чувствуешь. Другое совсем. Вот, там, тебе улыбаются, ты улыбаешься, ты сидишь, что-то слушаешь. Я могу сказать, что вот из тех, кто приходит посидеть в классе и послушать, ну, там, из 10 человек 8 остаются. По нашей, так сказать, предыдущей статистике. В основном остаются. Ведь неважно, они там русскоязычные, там, индусы, китайцы, американцы и так далее. Вот какие есть. Поэтому очень важно иметь кампусы, уже неважно, сколько там студентов. Кроме того, есть люди, которые, может быть, повторить захотят, да, то есть сейчас у нас же повторение такое неограниченное. А из-за пандемии у многих настроение испортилось, они и работать-то не искали толком. А вот повторить, освежить, да еще вечерком, потому что ты можешь работать при этом. И это не то же самое, когда ты работаешь, когда ты учишься, в то время, когда все работают. Да, то есть тебе сложно подрабатывать. Надо уже сообразить, когда тебе подрабатывать. А здесь, пожалуйста, тут подрабатывают. И местные. И что интересно, есть люди, которые издалека, я постоянно, ну не каждый день, но пару раз в неделю точно переписку какую-то веду, у меня очень много переписки. И люди говорят, вы знаете, я все жду, когда вот у вас откроется, я хочу приехать. Там из Бостона, из Майами, из Нью-Йорка, из Чикаго и так далее. То есть они хотят приехать живьем. И в этом есть большой смысл на самом деле, потому что те люди, которые приезжают, их тут на месте распихивают по компаниям, которые тут же на месте. Вот так же, как Маша из Сан-Диего. Да, вот я ее пару дней назад показывал. Она же приехала из Сан-Диего, она же не училась в онлайне. Она приехала сюда, ее послали на интервью в локальную компанию. Интерншип. И постоянная позиция. Вот и все, вот так работает. Поэтому в этом есть большой смысл. Есть люди, которые просто не могут в онлайне. Я хочу сказать, что мне тоже тяжело. Я гораздо больше склонен сидеть в классе и с людьми разговаривать, чем вот так. Так что, с одной стороны, есть люди, которые просто не могут нормально учиться в онлайне. Есть люди, которым нужно оторваться от обстановки, где они находятся. Там дети, родственники, какие-то дела, где-то работа, подработка, еще что-то. И если он из этого не вырвется, он просто не сможет физически сесть и позаниматься. Такие тоже есть. Поэтому очень-очень важно. Видите, как меня сегодня прямо на расхват. Это Жанна звонила, наш преподаватель. Жанна у нас закончила курс в 96-м году. Вот представьте себе. Служилась довольно быстро до менеджера, директора. Кьюи много лет работала директором, пока к нам пришла преподавать. Так вот, Жанна, у нее раньше было в предыдущих классах, там, по пять часов она вела проектик. Пять занятий проектом по веб-тестированию. А вот начиная с этой группы, которая сейчас у меня идет, 18 мая, она ведет уже 20 часов. То есть у нее на проект немножко больше, но она еще ведет тестирование бэкэнда на сиквеле и тоже там тестирование бэкэнда, но с юниксом. Это как раз вот то, чем Жанна на работе всю жизнь занималась. Это как бы ее такая сильная сторона. Поэтому там есть какие-то вопросы, которые мы согласовываемся, синхронизируемся. Поэтому так она звонит ближе к урочному времени. Так вот, друзья, я возвращаюсь к мысли о кампусе, о физическом. И это очень важно. То есть, когда все школы делятся на те, у которых есть кампус и у которых нет кампуса. У которых нет кампуса, они как бы условно школы. Да, у них ни кампуса, ни лицензии, ну ничего. Так вот, просто так в пальму воткнулся, в розетку, и там, и вроде как школа, понимаете? Вот, а тут настоящее. И там есть студенты, и учебный процесс, и практика там настоящая, и по компаниям тебя раздают, и все, что положено. В общем, job placement. Это как бы великое дело. Я как человек, который 27 лет скоро в этом деле, я вам могу сказать, что разница очень большая. 27 лет в принципе, и из них 10 у нас есть и кампус, и онлайн, да, класс. Онлайн класс в мае было 10 лет. Хочу сказать, что есть очень-очень большая разница. Вообще удивительно, я такой молодой вроде, а тут 10 лет, а там 27. Когда я все это успел, я вообще понять не могу. Еще и картошку собирал на колхозном поле. Представьте, друзья, вот представьте меня, собирающим картофель на колхозном поле, друзья. Вот так вот. А я собирал, а я собирал. И беленькую пил с другими студентами, научными сотрудниками, вот со всеми, кто собирал. Да, но это уже не о том. Это, друзья, другая история. Вперед! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!